Диана Станкевич 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 Звание ордена медали в Могилевской области назвали обладателей госнаград. Александр Лукашенко подписал соответствующие указы. Директор Каменского психоневрологического дома-интерната признана заслуженным работником СССР. Галина Савченко возглавляет пансионат не один год. Сегодня в учреждении живет свыше 350 престарелых и инвалидов. На территории одного из корпусов имеется столовая и прачечная. Отдыхающие могут позаниматься в спортзале, сходить в клуб или библиотеку. Дорожки для прогулок растянулись почти на 4 километра. Вдоль разбитые цветники с фонтанами установлены беседки. Президент также отметил строевого подразделения милиции Чауского отделения Департамента охраны МВД Владислава Ярмоленко, дежурного локомотивного депо Кричев Александра Бабарикина и директора филиала Сиповичского завода железобетонных конструкций Владимира Юковского. Ордена и медали также получили некоторые работники агрокомплекса. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. В Беларусь пришло климатическое лето. В некоторых уголках страны воздух раскалился до 32 с плюсом. Как спасись от палящего солнца, Мария Бушкевич поделится лайфхаками. Интернет пестрит советами. Как быть, если за окном невыносимая жара? Диванные эксперты рекомендуют делать обертывания с охлаждающими гелями. Менять шторы на белоснежные, так якобы помещение меньше нагреется. Самые отчаянные предлагают оборудовать бассейн прямо в квартире. Во время знойной погоды медики не рекомендуют пить ледяную воду. Можно заработать при охлаждении всего организма, не утолить жажду и зеленый чай. А вот контрастный душ позволит отрегулировать температурный баланс. Мы рекомендуем употреблять в настоящий период времени большое количество жидкости. Нужно исключить спиртосодержащие напитки, алкоголь, пиво. Также напитки, которые горячие напитки, кофе, чай. Необходимо употреблять прохладные напитки, но ни в коем случае не охлажденные. Бобруйчане стихийно переоделись в летние луки, майки, юбки, шорты и открытые обувь. Чтобы избежать негативных последствий, медики призывают носить одежду из натуральных тканей, меньше отдыхать под прямыми солнечными лучами. Когда на улице плюс 30, тепловой удар можно получить всего за полчаса. Впрочем, чтобы спастись от жары, люди используют любую тень и, кажется, за день готовы сделать годовую выручку продавцам прохладного десерта и кваса. Когда сильное солнце, конечно, нужно сидеть дома, избегать солнечных ударов. И так, конечно, головные уборы, питье не сильно холодное. Ближе к воде находимся обычно на даче, сидим. Пока покупаем мороженое, сегодня планируем поставить бассейн. Так как это частный дом, вы знаете, я, наверное, в город и выбираться не буду. На работу, с работой. Специалисты уверяют, в жаркие дни стоит тщательно продумывать свои маршруты и отложить некоторые поездки. Не лишним будет по дороге с работы заглянуть на пляж. В настоящее время все пляжи у нас, паспорта подписаны. Лабораторные исследования воды проведены. Вода соответствует гигиеническим нормативам. Если человек постоянно принимает лекарства, некоторые препараты повышают чувствительность к солнечным лучам, прежде чем выйти на прогулку, стоит посоветоваться со специалистом. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бавруйск, 360. Погода шепчет. Днем в Бавруйске столбики термометра достигли 29 градусов выше нуля. До рекорда полувековой давности не хватило всего полторы отметки. Надолго ли тренд, уточнила Кристина Рианц. Уже привычные оранжевые синоптики вновь объявили предупреждение. На этот раз совсем летнее, из-за жары. По заверениям метеорологов, в ближайшие дни воздух в Беларуси прогреется выше плюс 32. В такую погоду эксперты советуют проводить ланчи на свежем воздухе. Вблизи водоема на пледе, под Ивой, например. Прилив эндорфинов, гормонов радости гарантирован, да и кожа будет постепенно загорать. Именно в тени тон распределяется равномерно. Да и вероятность сгореть сходит на нет. На Польшу тем временем обрушился сильный шторм. Ветер срывал крыши домов. Повалены сотни деревьев. Проливные дожди затопили подвалы. Всю ночь в двух воеводствах тысячи построек оставались без электричества. Похожая ситуация в Орландо. Правда, там прошелся торнадо. В результате разгула стихии около двух тысяч зданий остались без света. Дороги завалены ветками деревьев. Суровая погода связана с тропическим штормом Кристоболь, который зародился в Мексиканском заливе. Завтра в Бобруйске будет ясное небо. Дождей не предвидится. Влажность ожидается высокая, до 90%. Днем воздух прогреется до плюс 30. Ночью 17-19 тепла. Кристина Риенс, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за нами в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok